Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики, гости моего канала. Итак, у нас сегодня рубрика распаковка посылки. Значит, а что за посылка? Мне прислал подписчик аппарат Саньо MTW5 в ремонт. Ну, я вам хочу сказать, слишком уж был аппарат. Да и есть аппарат подубитенький. Не работали регуляторы громкости, причем все. И это видео потом у меня выйдет на канале. И было принято решение, что все-таки нам надо купить на него донор. Точнее, не нам, а самому заказчику. Потому что сам аппарат ему очень дорог. Точнее, не ему, а его отцу. И вот мы приняли с ним решение. Купили мы с ним вот такой вот аппаратик. Донор. Это не MTW5. Это Саньо C35. Купил я его на родине нашего президента. Ну, давайте сейчас вскроем, посмотрим. Я на почте ее открыл посылку. Глянул, что аппарат на месте. Больше я его не вскрывал. Давайте посмотрим, что у нас здесь, что приехало. Так, колонка раз. Сейчас повытаскиваем. Упакована, в принципе, довольно-таки добротно. Я смотрю. И сама тушка. У нас больше всего интересует тушка. Ну, я вам хочу сказать, что тушка в хорошем состоянии. Аж даже жалко будет его дербанить. Вот так все это дело выглядит. Начинаем все это дело вскрывать. Ну, скорее всего, тут все нормально будет. Но я на этих самых, на колонках не буду заострять внимание. Самое главное на тушке. Сейчас я быстренько за кадром сниму полиэтилен. Ну, что ж. Распаковал я аппарат. Что я хочу сказать. Что, если бы я покупал бы этот аппарат именно как себе, именно как типа в коллекцию, конечно, я бы остался очень сильно недоволен. Потому что продавец скрыл дефекты. Дефекты были скрыты. И причем такие мерзопакостные дефекты. Сейчас вот буду показывать. Ну, вот самый первый. Трещина. Одна. Трещина вторая. Но это ж не дело. О таких вещах же говорят. Писут. Об этом ничего не было сказано. По морде. Ну, пока таких особых я ничего не вижу. Претензии. Также еще на корпусе очень глубокие царапины. И такое впечатление у меня вообще создается, что корпус полировали. Потому что разная фактура пластика. Ну, нехороший продавец с кривого рога. Имейте в виду, если кто-то будет покупать, он там в основном хай-фаем торгует. Но сам факт, что не договаривает. Не договаривает о проблемах. Не положил шнур питания никакой. Это тоже какой-то нонсенс. Ну, по крайней мере, хоть антенна живая, рабочая. Ну, что ж, давайте включать. Посмотрим, что он в работе. Меня самое главное интересует эта работа регулятора в громкости. Да, забыл я упомянуть. Обошелся он в 1600, даже там что-то 1630 гривен вместе с доставкой. В принципе, недорого, но и, с другой стороны, недешево. Состояние, честно говоря, ну, такое себе. Ну, что ж, давайте смотреть. Так, радио. Что-нибудь найти. Работает хорошо. Ну, что, самое главное регуляторы. Все отлично. Вообще отлично. Ну, а вот насчет эквалайзеров. А, работает. Работают эквалайзеры. Скорее всего, 100% аппарат скрывался, 100% он ремонтировался, потому что я чувствую, как ход идет этих самых, скажите, переменничков. Ну, то такое дело. Главное, что тресков нет. Вот. А теперь, о чем я задумался? О том, что у клиента на МТВ-5 он трещит весь. Просто страшенно. Там конденсатором совсем все плохо. Что я так подумал? Что я подумал? А не вытащит ли мне все кишки и не переставит туда? Они, в принципе, одинаковые. Единственное, что в МТВ-5 у него расширенный диапазон радио. И вот здесь, вместо тонкой подстройки, у него стоит переключатель поддиапазонов, кажется, на СВ. С учетом того, что на СВ ничего нет, что-то у меня такое впечатление, что, наверное, надо будет так и сделать. Но, опять-таки, это нужно разговаривать с клиентом. Так, давайте теперь проверим кассетную часть. Ух ты! Что-то там очень плохо вставляется кассета. Ну, работает. Перемотки работают. Смотрим, что здесь у нас. Нормально. Перемотки работают. Сейчас давайте посмотрим, что у нас тут с автостопом. Ну, скорее всего, скорее всего, что губы намазали перед продажей. Ну, звук, конечно. Ну-ка, автостоп на перемотке. Просто, если здесь пасеки хорошие, так я, может, пасеки отсюда сниму. Или вообще в селиндопротяжке тоже поменяю. Вообще, у меня такое создается сейчас впечатление, что я просто мордочку поменяю местами и все. Ну, там на... А ну-ка, автостоп. Автостоп не сработал. Хотя, хотя, я нигде не вижу, нигде не вижу о том, что здесь фул автостоп. Может быть, здесь автостопа и нет. Ну, давайте попробуем, что оно с воспроизведением будет. Ага. Так, скорее всего, наверное, просто автостопа на перемотке нет. Может быть, я не прав, вы мне подскажите. Так, как тут? А, и тут автостоп срабатывает. То, что я хочу сказать? Вот такая вот интереснейшая у меня покупочка получилась. Честно сказать, немножко тогда я переплатил. Ну, опять-таки, как для донора, да почему бы и нет? В принципе, в принципе. Опять-таки, деньги не мои. Это было самое лучшее предложение из тех, что я нашел на данный момент. Ну, что ж, вот такое получилось видео. Видео о том, как я сделаю НТВ-5. Тогда будет чуть-чуть позже. И там же я расскажу, то есть, что было сделано конкретно. Может быть, действительно, просто я поменяю фасад и больше даже заморачиваться ни на чем не буду. Единственное, у НТВ-5 там же другие динамики, колонки другие стоят. Вот, колонки придется те же ставить. Ну, что, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем мира, добра, подписывайтесь на канал. Нет войне. Пока-пока.